Создание позитивной области управления Мы создаем положительный спектр событий Но из этой области осуществляется дальнейшее управление Это строится надстроечная часть событий дальнейшего И следующие события распределяются с точки зрения того, что они становятся позитивными Потому что сама область управления содержит все дальнейшие системы для регулирования следующих событий в нужном направлении И в принципе здесь еще есть следующий смысл этого управления Что сама позитивная область содержит некие системы позитивизма То есть во все стороны управления происходит именно позитивная То есть нужная нам система управления То есть некое поле управления, которое обладает определенными нами введенными характеристиками То есть это получается, что работа внутри этого поля существенно упрощена И получается, что какие-то системы управления в этой области позитивных систем Они практически осуществляются по уровню действия значительно проще То есть значительно легче и так далее Поэтому, значит, когда речь идет именно о позитивной, то есть нужной нам области управления Значит, в положительном смысле слова именно позитивной, значит хорошая область в данном случае Мы должны прежде всего рассмотреть уровень таких систем Что вот когда, например, человек счастлив, то это есть некая внешняя система управления Там счастье как область, счастье как некая динамическая система А вот если взять и рассмотреть такой вопрос А вот возле счастья что есть? Например, область счастья нам известна, да? Что такое счастье, всем понятно Но вот в области приближенной к счастью, в принципе, тоже должно быть нормальным Значит, и как эту область обозначить И каким образом вот это, ну так скажем, нормальное или хорошее действие Скажем, именно область счастья, как, может быть, нами воспринято Ведь, по сути, человеку все равно там мало иметь там что-то около счастья Ему нужно конкретное счастье Ему нужна все-таки область счастья, а не то, что находится возле, да? В условиях вечного развития любая область обладает универсальными, по крайней мере, должна обладать универсальными системами То есть человек, по большому счету, не должен быть там несчастлив вообще нигде Он должен иметь структуру, ну фактически не простого там счастья некого, умозрительного А счастье должно быть реально, он должен реально контролировать ситуацию Он должен реально не иметь проблемы для того, чтобы у него там не было, да, счастья и так далее То есть получается, что он должен из какой-то области исходить, да, чтобы совершать управление То есть он же где-то должен находиться, чтобы управление было таким, что он счастлив А значит, он должен управлять со внешней областью, которую, например, там счастьем назвать, может быть, не всегда можно Значит, и получается, что в данном случае он может управлять из физического тела, значит Ну, например, если счастье это, будем считать, что это позитивная область То, чтобы создать эту область, надо управлять, получается, из физического тела Тогда понятно, почему Богу там единому нужно единое физическое тело Потому что тогда осуществляется управление над системой, да, над любой системой в принципе И вот если задуматься над уровнем, там, развития физического тела, вот в пространстве, времени То получается, что человек находится, например, в условиях, что есть некие там галактики, какие-то пространства и так далее То управление всей системой человек испытывает, когда он четко воспринимает свое физическое тело во всей полноте, да Он в этот момент его четко воспринимает И чем четче, так скажем, человек воспринял свое физическое тело, тем более массирование, тем более точно возникает управление всей реальностью внешней И получается, что вот создание именно позитивной области управления — это есть уровень, где человек в всеобщей информации, да В любом сочетании информации всегда очень устойчив по отношению, например, там, к своему желанию, к действию И он, вообще говоря, имеет определенный статус, в общем-то, даже абсолютной устойчивости То есть получается, что чем ближе человек приближается к позитивизму в область управления, тем он ближе становится к системе полного контроля Да, он как бы приближается к тому уровню, где работает Бог Но для Бога контроль — это не значит, что все контролировать, и это есть признак, например, Бога, да Ведь Бог вводит параметр, ну, как бы такого непредусмотренного как бы действия для человека И вот когда мы смотрим, ну, в принципе, не только для человека, но когда мы смотрим, вот как вообще Бог это делает, да И, например, зачем он это делает, то можно видеть, что любое действие Бога — это есть следующее развитие человека То есть человек идет за знанием, и знание, прежде всего, в его живом физическом теле Ибо из него он может делать именно как бы надстроечную такую функцию управления внешнюю по отношению к любой другой системе И, как бы, когда мы смотрим этот уровень на уровне, там, осознания, да, наших элементов развития То получается, что, чтобы вот позитивная область была сформирована как бы заранее, ну, то есть мы хотим получить позитивизм именно в управлении, но должны действовать как бы с внешней стороны То мы должны, получается, действовать внутри самой системы, получается, все равно Потому что мы должны быть все равно в позитивном уровне, там, в равновесном, в хорошем состоянии и так далее И то же самое делает Бог Он любую систему, как бы, выращивает изначально, ну, как бы, внутри своей души больше Так можно с точки зрения человека рассказать Хотя часто можно увидеть действие его тела И поэтому, получается, что, если, например, человек там, ну, что-то съедает, да, питается чем-то, он, значит, вот эти точки единства, да, он, как бы, их начинает разъединять То есть, получается, что, если, например, ну, отличается, вот, например, вегетарианская пища, да, от другой пищи То есть, то есть, здесь есть нюансы, которые говорят о том, что человек постоянно ищет механизм внешнего, что ли, взаимодействия То есть, если так рассматривать процесс и с этой точки зрения поставить, вот, ну, именно так вопрос А зачем человек вообще питается тогда, да, значит, чтобы, вот, создать, как бы, внешнюю, контурную систему взаимного действия То есть, некую систему, там, зависимости от внешнего уровня реальности, да И, получается, что, когда мы смотрим вот эту достаточно тонкую связь, где происходит действие, например, человека, да И, где идет взаимодействие с внешней системой, то получается, что, ну, вот, по большому счету, если поставить вопрос Вот человек, там, достаточно длительное время, там, съедает какую-то пищу, при вечном количестве лет, да, его развитии Он, значит, должен, там, в итоге, ну, пока он не научится, например, там, за счет мышления, да, наполнять свой энергоресурс Он должен, там, что-то, предположим, да, постоянно есть И, вот, если мы рассматриваем элемент питания как взаимодействие с внешней средой из внутренней системы, да, То по отношению к тому, как делает Бог, выраженным элементом все-таки является питание человека Вот здесь, вот, в принципе, ассоциативный такой признак, он не конкретный, но, тем не менее, если вот задаться вопросом, там, чем питается Бог в этом смысле, то, ну, во-первых, тем же самым, что, да, любой человек, но здесь возникает именно первичность действия Бога по созданию всей реальности И каждый следующий элемент, он формально тоже им создан, хотя там вложен труд людей Но есть безусловные системы, которые созданы Богом, там, животные, да, какие-то вот объекты мира, включая, в первую очередь, человека То и получается, что здесь все-таки существует очень такой специальный, что ли, признак вот этого позитивизма, да, что на определенном уровне позитивная область, она становится вообще универсальной То есть там есть такой уровень, где любая информация, по большому счету, становится позитивной А это значит, что она попала в зону управления от Бога И вот, когда мы рассматриваем этот уровень и начинаем задавать вопрос, а чем вообще отличается уровень, который, ну, мы называем, например, что Бог вот смотрит, помогает, да, он там греет своим сердцем, душой Такой хороший, приятный уровень, мы знаем, что там с нами ничего не произойдет отрицательного Но вот, с точки зрения, ну, например, ребенка, чем отличается такой уровень от другого, почему, ну, дети могут часто задавать вопрос, почему у одного там, может быть, лучше, у другого хуже, да, как бы себя сравнивать с различными людьми или там детьми, по крайней мере Ну, не все, конечно, это делают, но, по крайней мере, имеют право, да Получается, что на определенном уровне у детей, ну, вырабатывается, как бы отношение равности к любому другому человеку, ну, то есть, ну, включая, там, ребенка И, ну, имеется в виду, как бы, в детском возрасте существует период, когда вот это отношение равности, так или иначе, хотя бы там микросекунду, но это существует у человека И вот, когда он начинает вспоминать, например, детское время, да, потом рост, то вот сам позитивизм, это есть его собственное развитие, вот, и, причем, развитие даже в том, в плане того, что физического тела, да, например То есть, следовательно, развитие физического тела воспринимается, как позитивная система для человека в логике Но, значит, развитие внешней галактики тоже, как позитивная система, может быть, рассмотрена эта реальность И, исходя из этого, по аналогии с тем, ну, как бы, как ставить, да, внешнюю реальность, значит, Бог стал также систему позитивизма строить на уровне, ну, как бы, следующих, там, последующих сопоставлений с тем, что есть позитивно как для самого человека, так и для всех людей вместе взятых Вот, когда мы рассматриваем позитивизм для одного человека, мы видим, что все достаточно просто, прагматично Часто бывает, что, значит, позитивизм действия одного человека, значит, для спасения мира, он достаточен, то есть, человек может один спасти весь мир Но с точки зрения, например, коллегиального решения текущих задач, то есть не только там разовое спасение Нужно, чтобы позитивизм был однородным и как бы исходящим из, как каждого, да, вот физического тела, в виде мышления, там, например, действий и так далее И получается, что, по большому счету, вот позитивизм, то есть, если мы хотим поставить управление так, чтобы оно сразу было позитивным, да, включает в себя в любом случае обязательно Это внешнее управление, которое как бы не является позитивной системой, но находится внутри, вот, на этой материи, да С точки зрения логики это непонятно, может быть, сразу, но здесь вот поверхность как бы изгибается в структуру неких многомерных систем И такое, в принципе, возможно на уровне даже геометрии, там, топологической Получается, что мы можем видеть, как бы, события будущего, да, фактически, если мы очень закручиваем, ну, как бы, внутреннюю систему Делаем ее, как бы, несколько своеобразное восприятие И получается, что вот этот вот позитивизм, там, да, дальнейшего, что ли, так скажем, бесконечного управления Именно в вечном развитии, он таков, что, значит, нужно преодолеть какие-то специальные системы дальнейшего восприятия и развития И эти системы сделать еще более, да, позитивными То есть не значит, что надо обязательно воспринимать позитивизм с точки зрения, там, линейного понимания Ну, некие, там, танцы, праздники сплошные и так далее Нет, на самом деле речь идет о том, что просто вот всемерное развитие цивилизации в лучшую сторону В сторону, там, где нет уничтожения, тоже есть позитивизм, в первую очередь, для всех людей, да, коллективная форма позитивизма Поэтому, когда мы рассматриваем позитивный уровень как систему действий, то получается, что воскрешение, оно обязательно для всех Потому что тогда, мы имеем в виду окончательный позитивизм, который должен существовать в реальности И любое преуменьшение, это уже все равно не тот уровень, потому что Бог все-таки создал позитивный уровень таким, чтобы из него мог там расти следующий мир, да, следующая реальность Потому что позитивизм, это все-таки свойство устойчивости развивающихся процессов, с точки зрения внешнего наблюдателя Когда вот позитивная информация, как таковая, начинает вами быть создаваемой То есть вы, как бы, не прикасаясь к ней, там, руками или управлением, начинаете видеть, что она развивается, да, в условиях, там, ну, каких-то международных структур Ну, например, по вашему сценарию, то получается, что, по большому счету, максимально позитивный уровень, да, для человека Это тот уровень, когда человек четко понимает, что он может принять ряд решений, да, каких-то Он видит их развитие, ну, в наиболее благоприятную сторону И при этом, вот этот момент, он такой, что он обязательно отслеживает, там, скажем, в будущем подтверждение этим моментом Да, вот такого своего самовосприятия Получается, что, исходя из этого, мы имеем следующее, что, чтобы позитивный уровень управления, как бы, был создан Я сказал, что идет управление сразу из физического тела И этот уровень потом, ну, например, постоянно работал, да, независимо от концентрации мышления в этом плане Нужно, во-первых, постараться выработать совершенно четкую линейную модель позитивизма, да, в восприятии Чтобы иметь внешнее управление, мы должны очень четко изучить частные задачи этой информации То есть для всех людей они одинаковы, да, в основном для всех людей одинаковы одни и те же критерии позитивного плана восприятия Суть зрения, как бы, обычных, банальных истин, там, да, материальных, там, каких-то материально-идеологических и так далее И когда мы начинаем здесь смотреть, вот именно такая хорошая, так скажем, да, позитивная, назовем ее волна управления Возникает как волна, ну, которая обеспечивает рост, как бы, да, дальнейшего позитивизма То мы имеем некий уровень, ну, который полностью защищает человека от неких, там, внешних агрессивных, так скажем Систем, возможно, агрессивных, даже в том случае, если человек там ничего не делает, да И если вот подумать, ну, как вот должны быть защищены, например, дети, взрослые одинаковы, они должны быть защищены на информации То есть с точки зрения первичного управления, ну, не одинаково, да, дети должны, ну, иметь отличную защиту Но по большому счету одинаково, но вот именно технически, в первую очередь, всем известно, должны защищаться дети И вот когда мы имеем в виду вот этот вот позитивизм, что ли, действие, здесь очень много социальных факторов, факторов понимания и так далее И вот когда человек себя начнет воспринимать позитивно, то есть хорошо для себя Свой организм начнет воспринимать как организм, который, ну, например, там, имеет ресурсы вечного развития, да То вот эта вот позитивность, именно волна, так скажем, хорошего или платформа хорошего Это тот уровень, который, значит, будет восприниматься как сам человек, который понимает, что через него вот проходит вот эта вот задача позитивного восприятия То есть человек, работая, например, на уровне, ну, так скажем, обычных систем восприятия, может себя контролировать со стороны Более того, чем больше он позитивных систем вводит в управление, тем он точнее себя контролирует Это, на самом деле, очень мощная система, значит, управления, да, самим собой без какого-либо там специального вмешательства То есть без ущемления, там, каких-то, там, прав, да, там, желаний и так далее И вот чем, значит, точнее или там, чем прозрачнее, что ли, один человек рассматривает ситуацию по-другому, тем, получается, значит, ну, позитивнее, что ли, возможность предоставления помощи Но здесь вот есть такой интересный, как бы, момент, что, с одной стороны, конфиденциальность должна быть, да, нельзя вторгаться в частную жизнь других людей С другой стороны, открытость системы позволяет вовремя оказать помощь И с этой точки зрения понятно, почему Бог, который дает помощь, он не всегда там находится физически рядом Потому что тогда, значит, ну, вот именно срабатывает закон позитивизма действия И отсутствие наложения одного действия на другое То есть если есть школьная образовательная программа, не обязательно там, ну, постоянно, что ли, конкретно Богу заниматься тем, чтобы он там учил конкретного человека Он может выучить, там, физически, в физическом теле, ну, например, там, миллион людей, но их же людей очень много И они будут бесконечно развиваться, увеличиваться Поэтому получается, что Бог должен был выработать какую-то систему, которая бы, ну, давала контролируемость вот этому бесконечному развитию С точки зрения, все-таки, в итерациях, как бы, по шагам, чтобы были действия, все-таки, позитивные, с учетом всех будущих событий И получается, что в данном случае, вот, внешним управлением, по отношению ко всем случаям, значит, является, как бы, генерация управления со стороны, в большей степени, именно головного мозга человека То есть мы выявили такую систему, что, чтобы управлять именно позитивными системами, да, нужно, прежде всего, иметь, ну, как бы, именно нормальный уровень функциональности, там, головного мозга И поэтому здесь существует еще, как бы, принцип, ну, такой, несколько, он следующий, даже действует определенным образом, ну, как бы, наоборот, противоположно, что мы имеем, например, систему вечного развития, когда в бесконечности, да, то позитивный уровень, который существует там, там, уровень счастья, например, да, или там, уровень приграничного уровня счастья Он начинает развиваться и подходит к тканевой системе человек и как бы начинает подпитывать То есть мы можем увидеть, что вообще из себя представляет физическое тело человека и в этом плане, и как получаются, например, там, какие-то микроэлементы, вещества и так далее И вот если посмотреть на то, как человек, например, скажем так, воспринимает, да, собственное развитие, то видно, что он достаточно хорошо вообще себя изучает То есть человек, по большому счету, если вот он, ну, рассматривает здесь, что он вот позитивно системы все время рассматривает для дальнейшего продвижения, то получается, что он себя должен очень хорошо изучить и уже дальше, когда он себя хорошо изучил, он должен сделать что-то следующее То есть по большому счету человек, уровень реальности, где контролируемая система, да, внешнего мира, там, внутреннего, при наличии, конечно, что у человека есть уже там, значит, совершеннолетие, он начинает видеть реальность достаточно целиком Целиком он видит, что каждый элемент его тела, значит, это есть, ну, хороший, позитивный уровень по отношению к другому, то есть тело не конфликтная система Иначе бы клетки, да, ну, в общем-то, не реализовывались, значит, так, что они вот спокойно могут находиться разных типов, да, имеется в виду хорошие клетки, там, благоприятные для здоровья, но тем не менее разных типов То есть получается, что мы приходим к тому, что на определенном уровне человек себя как бы самопознает на позитивизме действия Да, получается, чтобы элемент самопознания был непростым, что вот человек про себя что-то узнает, например, да, или вообще про человечество А чтобы он давал постоянное именно действие по макроспасению, например, да, по, значит, действию на какие-то конкретные ситуации в плане получения помощи Здесь вот этот уровень позитивизма, это все-таки уже больше идеологический фактор, почему в идеологиях принято держать все время там в чистоте, например, там, идеи, да, там, партийной и так далее Потому что это есть уровень, который позволяет людям сразу же взять управление на себя и как бы особо не думать дальше, да Значит, ну, по крайней мере, значит, не нужно дополнительных условий, там, дополнительных каких-то бумаг писать, чтобы осуществилось что-либо Потому что, ну, берет на себя, например, если управление некая внешняя система, то получается, что мы имеем всегда, ну, как бы, тот статус человека, что он в результате самопознания, да, если он меняет слова, там, меняет речь, меняет события в своей жизни Он все-таки находится возле какого-то, ну, как бы, внутренне позитивного центра Вот что-то греет всегда человека, как бы, внутри, в душе Так вот, получается, что вот эта вот, ну, некая такая греющая область Это уровень, который конкретно виден как уровень постоянного создания самого себя То есть человек себя все время создает, фактически, ну, как бы, на миллисекунду вперед, да А дальше происходит его, как бы, дальнейшее, ну, собственно говоря, соразвитие во многом смысле Здесь, может быть, значит, ну, такой, что ли, вариант, что в том смысле, в котором здесь можно употребить Человек, как бы, себя постоянно догоняет, да, в позитивном плане И вот, когда мы такое позитивное поле деятельности человека сформировываем, как поле, вообще говоря То в этом поле разница только в том, что от обычного уровня событий Что человек все время идет, старается, по крайней мере, идти по линиям, которые правильно То есть для него линии эти расписаны И получается, что когда он, ну, если так сказать, сам себя практически догоняет И, значит, мы получаем то, что в этом случае, если он поставил какое-то слово, да То может так быть, что через какое-то время уже не важно, что он до этого, как бы, говорил Какие слова ставил Каждый следующий уровень, это уровень новый И каждый следующий уровень этого же человека в бесконечном развитии решает, как бы, все его предшествующие действия Ну, если вот считать, вот почему за одним человеком там лично закрепляется какая-то последовательность событий И он все время там персонально несет за собой вот эту вот уровневую систему, что ли, да Каких-то зафиксированных событий И когда мы рассматриваем, в принципе, такой момент, для чего он это делает, человек, да Вот он составляет историю свою очень однозначную А потому что это его опорная точка, что ли, в будущем для следующего позитивного хода, да Скажем, ну, там чистая история, это уже все-таки один из ходов А второй уровень, это уровень, ну, как бы, такого дальнейшего действия Где вы получаете уже макродоступ в систему восприятия Бога Вот у Бога все позитивно с точки зрения человека, да А вот если задаться вопросом вообще Бог, как он воспринимает реальность с точки зрения именно вот такого, ну, собственно говоря, как бы позитива Где сама реальность, так скажем, она такова, что присутствие Бога, скажем, да, в этой реальности определено тем, что, ну, во-первых, то, что сам Бог создал реальность, это понятно Но еще вот и как бы внутренним человеческим, что ли, наполнением То есть чтобы Бог смог определиться, как-то вот выявиться, например, на социальном статусе людей Он должен быть там максимально человечным, да, он должен наполниться именно структурой человеческой жизни И получается, что чем больше человек приближается к Богу, тем более устойчивее становится его физическое тело Ну, то есть в человеческом понимании Поэтому, исходя из этого, вот сам уровень позитивизма в действии, то есть выявление позитивных линий, да, никаких свечений позитивных Позволяет фактически человеку здесь как бы познать, ну, достаточно простой, что ли, уровень Что чем больше он стремится к Богу, считая, и действительно так, это позитивный уровень И понятно, что это есть некий маяк, да, тем он, получается, больше познает себя То есть уровень как бы внутреннего действия, причем такого, которое по отношению к Богу тоже означает все-таки внешний контроль То есть человек, если идет к Богу, Бог его полностью воспринимает Но при этом же, если добавить контроль за действием внешние, как бы физически, получается, что мы имеем возможность сделать вывод Что любой внешний контроль, да, например, физический контроль или информационный Он таков, что сами слова, которые там говорились в управлении по позитивному плану, они могут не иметь, например, принципиального значения в управлении Потому что позитивный уровень, он всегда позитивный, независимый от слов Он должен быть еще таким, что он не должен зависеть от слов Поэтому если к сегодняшней лекции так вот, ну, именно с этой точки зрения подойти То получается, что вот словесная фаза управления здесь, она такова, что при правильном позитивном управлении И здесь, насколько, например, именно вот эта вот, что ли, ну, задача точности распространения информации Задача первичного слова, да, насколько она принципиально здесь четко выявится По позитивному полю управления позитив должен быть еще до начала первичной субстанции, да, создания мер А получается, это некая специальная среда, вот И чем дальше мы в управлении, в сознании, значит, да, переходим на уровень, как бы дальнейшего действия Тем, получается, как бы точнее мы имеем следующий уровень, что, значит, сама вот система, так скажем, позитивного развития Она ставит человека в те условия, что он вынужден исходить из того, что любое действие, независимо от там слов Любое действие должно быть позитивным Любое, как бы, развитие, например, следующего типа, так скажем, да, по отношению к текущему Значит, здесь нужно уметь выявить характеристики именно позитива То есть уметь хорошие данные выделять как бы в спектре различных элементов управления Таких, как там дискретное управление, таких, как управление, когда человек настолько интенсивно управляет, что он фактически не разделен с внешней средой, например, да В этом случае, чтобы отличить управление от внешней среды, нужно выработать какую-то функцию, которая дает сплеск, например, позитивную функцию, не фоновую, а что-то очень хорошее Если все хорошо, значит, что-то еще лучше, например, да И почему, например, по негативным системам определять вот динамично нельзя, потому что негатив имеет несколько смыслов управления То есть был ли негатив, были ли заказчики и так далее А позитив он всегда один в основном И поэтому здесь можно как бы четко видеть, что почему там всегда побеждает добро, да Потому что там прямой линейный вход и нет чисто логического даже понимания каких-то довесков информации Где в случае там неких злых систем там всегда могут быть третьи мысли и так далее Поэтому получается, что исходя из этого, чтобы делать управление так, что слова не имеют принципиального значения И более того, если исходить из того, что, например, там мышление не имеет принципиального значения Ну, как бы вообще ничего не должно иметь принципиального значения Человек все равно должен иметь позитивный статус управления Для вечной жизни это очень важная характеристика Нужно тогда поставить вопрос, ну, как бы, ну, во-первых, сдетализировать То есть постараться понять, каким образом, какой процесс все-таки влияет и на что А второе, все-таки, это такая достаточно прикладная лекция Потому что выделение позитивной области — это есть достаточно, ну, простая, достаточно, как бы, органичная, что ли, для человека работа И каждый выделяет эту область, в принципе, по-своему Вот, и когда мы начинаем смотреть, что вот выделенная область, например, там где-то в бесконечности Это есть область вашего личного развития То вы видите, что в текущем времени вы имеете, как бы, именно позитивно проявленные В основном проекционные части более, там, далекого будущего Чтобы научиться прогностике через эту систему, там, так скажем, позитивного представления информации Значит, здесь можно сделать таким образом, что вы должны следовать неким динамическим, там, абсолютным линиям позитивизма Которые существуют, ну, там, скажем так, в мире, да, то есть вы здесь видите следующую систему Что, если вот, например, задаться вопросом, где существует пространство позитивизма с точки зрения Бога То такое пространство действительно существует, созданное Богом И достаточно, как казалось бы, просто двигаться, да, по этому пространству И все, там, человек всегда будет в позитивных событиях Такое возможно, да, но тогда надо научить всех двигаться в таких событиях Опять же, та же самая задача В принципе, можно выделить это пространство в оптике, можно по нему двигаться, получать все события Но через какое-то время, даже буквально через одно событие, как только вы попадаете в это пространство Возникает задача обучения другого человека И раз такая задача возникает, то получается, что вы начинаете ее сразу решать, да Значит, и возникает опять процесс, там, ну, может быть, там, в связи с передачей знаний Вы, значит, каким-то определенным образом, там, занимаетесь своими задачами Или вы решаете это на физическом уровне, там, но, тем не менее, вот это пространство, там, макро-позитивизма Которое существует, вот, и не зависит как бы вообще ни от чего Это уровень, который должен, как закон, существовать до начала создания материи, получается Потому что любая система последующая всегда контактирует с причинной системой И получается, что тогда мы имеем, в принципе, очень простой момент Если она контактит с первопричинным уровнем, любая другая система То первопричинный уровень должен быть очень мощный и очень правильный Без искажений и без неких, там, неправильных систем, да Но, получается, что, с точки зрения Бога, да, такой уровень существует С точки зрения человека здесь нужно посмотреть Именно, как идет развитие, так скажем, системы, ну, так, как бы параллельного управления Когда, вот, все-таки, позитивный уровень, ну, как таковой, да В абстрактном понимании это не некая там банацея, что можно на эту информацию выйти И там происходит некое позитивное управление все время Дело в том, что это уровень, который, ну, фактически, он позволяет человеку в прикладном, что ли, аспекте Получить максимальный, как бы, спектр управления То есть, если, например, вы знаете вот эти выходы, как бы, ну, позитивного, что ли, толка То получается, что, если эти информационные системы взять, как бы абстрактно изучить И потом взять, например, ну, сделать таким образом, что мы, например, имеем вот эти вот каналы То передать систему ту, которую вот вы получили без передачи информации о мире, да И без фундаментальных знаний все равно, в принципе, нельзя Но это, по крайней мере, полностью нельзя Но это, в общем-то, тот уровень, когда вы можете здесь совершенно четко, ну, как бы увидеть Следующий, да, фактор управления, развития, что, как таковой, человек, который находится в позитивной системе Или, там, сам себя так воспринимает и управляет через позитивизм Он строит вокруг себя некое позитивное, хорошее для других поле Если это понимание наступает, например, да, полностью, как бы, органически связано с человеком То получается, что уровень дальнейшего развития человека Он такой, что он начинает видеть уровень, как бы, самовозрождения, там, саморазвития Когда вот он, ну, начинал, там, в самом раннем возрасте воспринимать информацию И получается, что здесь мы имеем, ну, практически, такой уровень, так скажем, действия Когда вы видите, вот, через позитивизм практически всю систему, собственного развития, да, как бы, в одном взоре И отсюда получается, что вот именно, как бы, макро-позитивизм Все, что человек делает по подобному, как делает Бог Это уровень, когда он постоянно что-то контролирует возле себя Может быть, там, не специально, там, безусловно, но, тем не менее, там, совершает какие-то действия самоконтроля Вот самоконтроль, это есть тот позитивный уровень, который, с точки зрения Бога Он, вообще говоря, достаточно четко определяется, там, дифференцируется И, исходя из этого, мы имеем, в общем-то, как бы, следующий закон управления Что позитивные системы управления, они, ну, как бы, прежде всего, рождаются самим человеком, да Они являются и источником, и дальнейшим развитием, вот, как у Бога, да, в душе И при этом они таковы, что эти позитивные системы, что, в принципе, если вы, например, ну, имеете какую-то задачу, да, вашу, более раннюю Некого действия окружающих, то он, получается, попадает, как бы, в систему, когда все его, как бы, ну, некие проблемные, более ранние системы, значит, восприятие, да Они переходят в уровень, когда он за счет позитивизма начинает их исправлять То есть он начинает работать на уровне, например, ну, том, который все-таки вот задачу исправления ставит как задачу все-таки действия Потому что когда человек осознает, что, оказывается, существует позитивное развитие, именно такой уровень, который он достигает, в общем-то, ну, за счет знаний, да, скажем так То все предшествующие ситуации, которые у него существовали, как бы, как он, ну, может быть, такие, в первую очередь, не явно негативные Он должен все-таки тогда их будет выправить, да, к большому счету То есть он должен, там, либо управлением выправить, сделать управление, там, помощь другим людям, либо, например, он может, например, ну, сказать другому человеку, чтобы тот там посмотрел, обратил внимание, все ли там, например, нормально, да, то есть он может обратиться к другому человеку, чтобы выявить именно позитивную фазу Получается, что, если мы, например, исходим из расстояния от позитивного, то есть хорошего, да, к отрицательной фазе, какое расстояние, то получается это расстояние как раз-таки между физическим телом человека, то есть отрицательная фаза не прикасается тело, и любым другим негативным фактором этого мира по отношению к человеку Тогда получается, что, когда вы, там, ну, для чего-то вспоминаете более ранее события, и эти события, они вам нужны, потому что вы хотите что-то в них исправить, и как бы исправить, хотя вы, ну, не считаете, что они для вас уж очень проблемны, понимаете, вот есть такой спектр событий, которые не считаются, что они проблемны, но, тем не менее, они сделаны в таких условиях, что по принципиальным мотивам события, как бы, они могут считаться максимально плохими, да, то здесь вот именно управление такое, чтобы, как бы, захватить эту отрицательную область, где могут быть отрицательные события, некой, там, позитивной областью, здесь нужно провести, в общем-то, такие специальные мероприятия, которые, в общем-то, таковы они, что позитивная область должна стать очень просто большой, да, отрицательная область должна стать маленькой, то есть негативной для человека, и вот эта вот система постоянной минимизации неких отрицательных областей в управлении, это тоже характеристика позитивной области управления, то есть вы постоянно находитесь на уровне именно минимизации, где, в общем-то, вы постоянно, как бы, оптимизируете, да, собственное развитие, когда вы стоите в управлении, именно через позитивную область, потому что, ну, можно поставить управление, там, через нейтральную область, там, не обязательно позитивную и достичь управления, да, в данном случае речь идет о том, что мы опираемся на область, которая обладает, как бы, хорошими для нас характеристиками, и вот насколько это, как бы, хорошо опираться, да, все время на область, которая с хорошими их характеристиками, как бы, вроде парадоксально, да, ну, что и так ясно, что опираться на область с хорошими их характеристиками, да, хорошо, но получается, что здесь, на самом деле, с точки зрения внешнего, там, влияния, да, независимости управления, проще опираться, как бы, на множественные факторы сопоставимых с тем управлением, то есть, как бы, нам, на поддерживающих, там, людей, там, на тех, кто, предположим, ну, скажем так, является другом, да, человека, да, то есть, на большое количество людей, чем, например, на собственный, там, уровень, там, разового действия, и получается, что, если мы рассматриваем, вот, уровень, именно позитивизма в действии, ну, как, антипод, там, отрицательному действию, негативному, то, вот, именно соединением, вот, этих уровней является то, что физическое тело человека также препятствует неким негативным событием, там, например, самопроизвольно, да, в любом момент времени, не только физическое тело, но, например, там, душа, дух человека препятствует таким движением, и здесь, в анализе управления этой ситуации нужно всегда выявлять, почему какая-то, вот, ну, как бы, некая третья история вообще существует, вот, во всех аспектах управления, ну, то есть неявная история, вот, в этих системах позитивного управления всегда можно, ну, как бы, выделить, найти неявные системы, то есть те, которые фактически существуют, но, например, почему именно в этот момент они начинают проявляться, да, почему они, например, такие вот именно сейчас, и вообще, почему они могут проявляться, там, через 10-15-20 лет, здесь вот важно найти некую систему стабилизации, ну, было событие, там, 20 лет назад, почему оно должно постоянно, там, возникать, да, и воздействовать на человека, в случае времени хотя бы, ну, того, что человек, там, вспоминает событие, начинается, например, да, некое контруправление со стороны этого воспоминания, поэтому здесь надо выработать очень четкий уровень, так скажем, восприятия, где четко, совершенно и последовательно будет разложено, что, зачем и когда делать, то есть в позитивной системе управления очень важно, значит, располагать управление очень понятным для себя образом, то есть одно действие должно оправдывать, как бы, ну, следующее действие, и когда вы такую вот, ну, схему ставите, то управление это означает следующее, ну, вот представьте, там, некий информационный поток, да, некая информация света, значит, и мы хотим этот свет куда-то направить, вот если взять, например, там, свет направить по своим задачам, сейчас, да, ну, ясно, что свет хороший, вот этот свет, это есть действие, которое позволяет решить проблему управления, так вот, когда мы видим, что идет скопление людей, например, в одном месте, ну, если это собрание некое, то вот сам позитивный, изначальный уровень, это что есть все-таки первичный уровень, почему в конечном итоге получилось, что люди собрались и получилось вот это вот позитивное управление, и, как бы, раз такое действие происходит, то здесь нужно четко продлить следующий уровень, что есть коллективная составляющая создания людей, то есть, да, Бог создал каждого человека, например, да, дальше люди стали, значит, развиваться самостоятельно, но есть некая обобщенная система для всех людей, да, да, уровень некого позитивного хода событий, ну, некие там определенные, там, для всех людей система событий, и вот если мы в таком, ну, что ли, ярко-позитивном, что ли, свойстве управления начинаем понимать, ну, зачем, там, тому или иному человеку, например, какое-то действие, да, в фундаментальном смысле начинаем понимать, то получается, что мы тогда вот в этот момент можем очень просто и радикально от какого-то там внешнего действия там избавиться, как только мы начинаем понимать через именно позитивный, то есть полезный для всех людей, скажем так, да, толк в этом управлении, то есть здесь очень четко проявлена следующая конструкция, вот если вы обратили внимание, я все время с разных почти однотипных систем в сегодняшней лекции показываю именно уровень всегда одного и того же именно позитивизма, да, вот, ну, не зря там в работе с большим количеством людей все время показываемый позитивизм на какое-то время, там, увлекал людей на однотипность действий, да, но здесь дело в том, что каждый участник, он должен участвовать в событии и получать события таким образом, чтобы позитивизм был необычный какой-то такой, как бы внешний, он должен всегда в этом позитивизме участвовать, да, что-то делать, там, знать прогностику и так далее, но вот, когда, например, вот у вас простая задача, поставьте перед собой задачи и постарайтесь их решить, например, через позитивную волну, да, в принципе, решается быстрее, значит, и здесь, если взять, выйти, например, через нейтральную волну, такое можно, да, но тогда вам придется заниматься технологичностью этого процесса, то есть позитивизм это часто разовые действия, которые приводят к решению ситуации, технологичные вещи, они, конечно, таковы, что там приходится часто, ну, скажем так, заниматься детализацией и так далее, и так далее, и вот поэтому сейчас в этой лекции я очень часто и много употреблял про позитивизм, да, позитивно, позитивизм, все время, все время, часто с одной и той же стороны, такая, как бы, лекция, которая декларирует и, как бы, даже пропагандирует все время позитивный подход. Вот если вы в себе воспитали, ну, как некий, там, манифест определенный, такой вот уровень фиксации позитивизма, да, в любом уровне формы, главное, чтобы был воспринят сам вот этот, как бы, статичный и динамичный смысл одновременно в позитивизме, то получается, что у вас тогда управление само по себе совершается быстро, или оно всегда существует в хорошем уровне, значит, даже тогда, даже тогда, когда вы, например, там, ну, не делаете следующий управление, то есть на позитивной волне, как говорят, начали делать управление, и управление свершилось. Поэтому постарайтесь сегодняшнюю лекцию, прослушиваться от точки зрения. В каждом случае употребления позитивизма находите следующий смысл. Хотя они однотипны, часто, но нахождение следующего смысла — это и есть вот уже контролируемое управление, причем во всех системах. Когда следующее упоминание — это и следующий смысл. Тогда вы на себя берете полный контроль за ситуацией. На этом я сегодня семинар заканчиваю. Спасибо большое за внимание. Продолжение следует...